Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем чтение первого послания апостола Петра. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня перед нами четвертая глава. Начало главы посвящено причинам, по которым христиане отвергаемы миром. Как в третьей главе 16 стихе апостол указывает, что христиан злословят как злодеев и говорит, что добрая совесть это есть чистая христианская жизнь. Вот главное средство, главный формат для проповеди среди язычников. Так и здесь он продолжает эту тему. В контексте деятельного христианского благочестия и его связи с мессией церкви в мире. Кстати, об обратном примере скажет апостол Павел. Из-за вас имя Божие хулится у язычников. То есть христианин, как часть церкви, тело Христова, есть некоторым образом явление присутствия самого Христа в мире. Потому и вопрос чистоты жизни есть вопрос не просто личного выбора и благочестия, но реального явления славы Божией миру. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотам, но по воле Божьей. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Чему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествовено, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духам. Итак, отношение христианина с собственной телесностью. В данном вопросе обычно человек находится между двумя радикально разнесенными друг от друга тенденциями, порываясь только одной, так другой. Аналогичное имитание, к слову, можно увидеть и в европейской культуре. Первое – это слепое исследование телесному устроению. Замечу, не телу, так как оно благо и благим Богом затворено, а упрощению, редукции жизни человека до его соматических, телесных проявлений. То есть, вхождение в процесс отмирания человеческого в человеке. Деградация и распад подобия Божия. Вторая тенденция – это крайняя скетизация, чаще возникающая как реакцию на первое. Христианское отношение находится посередине, но требуется достаточно плотный опыт внутренней эквилибристики, чтобы не упасть ни в одну из этих крайностей. Вывод по данным стихам прост. Не нужно бояться или сторониться телесной аскезы. Ее, с одной стороны, бессмысленно абсолютизировать, а с другой – глупо недооценивать. Необходимо признать, что, увы, но для многих из нас наши грехи перешли давно в вид страстей. Пятен, плотно въевшихся в саму ткань нашей жизни. И процесс отстирывания здесь можно сравнить с древними бытовыми практиками, когда ткань скребли, терли и только уже потом полоскали. То есть борьба со страстями сложна и болезненна. А борьба со страстями плотскими сложна, в том числе и для плоти. Вспомним преподобную Марию Египетскую, которая повергалась на землю всякий раз, когда на нее наваливались воспоминания о ее прежней жизни в Египте. Падала она на землю просто потому, что ноги буквально несли ее обратно. Приводимые апостолом примеры, как то сексуальная невоздержанность, половые извращения, алкоголизма, обжорство – суть всего лишь самые простые и самые линейные проявления подобного рода страстей, от которых, замечу, страдает само тело, что и свидетельствует ярче самого убедительного морализаторства, о их объективной противоестественности. Каждое утро именно организм напоминает алкоголику, что он убивает самого себя. Каждая высокая лестница напоминает обжоре о том же самом и так далее. Да, процесс выздоровления, восстановления самого себя может начинаться и начинается зачастую с боли, когда предыдущий навык влечет изможденное тело к прошлому, порабощает волю и толкает обратно. Даже само тело, кажется, становится на сторону греха. Но как в медицине выздоровление часто связано с болезненностью, с болью, так и в жизни духа не нужно бояться боли и тяготы телесной. Они временные, а полученное исцеление позволяет войти в жизнь с Богом, которая вечна. Но и здесь, предупреждая апостол, возможна негативная реакция социума на произошедшие в человеке изменения. Кто-то из погибающих, увидев здравый пример, поразится и последует ему, увидев на деле, а не на словах, реальность изменений. Но возможно и обратное, отторжение. Раз ты не сообщник нам в грехе, так не будешь сообщником нам ни в чем. Таким образом рассуждают, например, нечестивцы в литературе мудрых Израиля, а в частности, в книге «При мудрости» Соломона. Они сетуют не на то, что не могут исправить свою жизнь, а на то, что не могут склонить к своему образу жизни праведника. Он чурается путей наших, как нечистот, говорят они. И как нечестивцы в книге «При мудрости» в итоге замышляют убить праведника, он для них, что бельмо на глазу. Так и апостол предупреждает верующих. Страдание по плоти может быть не только в превозможении собственных плотских грехов, но и в страдании от внешних, в мученичестве. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте стороннолюбивы друг к другу без ропота. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Говоря о любви, апостол сразу конкретизирует, в чем деятельно должна проявляться любовь в жизни. Здесь некоторым образом мы можем провести параллель со словами апостола Иакова о вере, где он говорит, что вера без дел мертва. Петр доносит похожую мысль. Любовь, как и вера, всегда должна иметь деятельное выражение. Почти повсеместно слово «любовь» в христианском обиходе попадает в разряд девальвированных понятий, как, например, нынешние общекультурные духовные скрепы, например. Текст указывает «принятие странника, отсутствие патологического недовольства жизнью, пребывание в служении – вот реальные, конкретные проявления любви». При этом, заметим, приводятся в пример не специфично христианские, а совершенно глубоко общечеловеческий добродетель. Страноприимство – добродетель всякого традиционного общества, так как это общество во многом жестко-коллективистское. Пока человек находится внутри своей семьи, рода, города, он в безопасности, так как он часть этого отлаженного родового механизма. Как только он покидает его пределы, он странник, отрезанный ломоть, человек, сразу же входящий в категорию нуждающихся в помощи. Поэтому не случайно, что от Ветхого Завета, настаивающего на том, что странник стоит в одном ряду с сиротой и вдовой, до греческой мифологии, приводящей в пример вознагражденную добродетель Филимона и Бавкиды. И там, и там утверждается необходимость оказания помощи страннику. Замечу, что культурный и социальный фон, конечно, с того момента претерпел существенные изменения. Но если кто-то решит снять путешественнику хостел, то точно не потеряет свои награды. Говоря о служении, Петр более сжато приводит озвученную апостолом Павлом мысль о множестве даров Святого Духа, которые в совокупности позволяют созидать Церковь Христову. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, говорит в первом послании Коринфянам апостол. И вся двенадцатая глава этого послания посвящена данной теме. А в тринадцатой главе Павел полностью солидаризуется с Петром, указывая на любовь как на вершину всякого доброделания и его непременные условия. Он говорит, если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то я ничто. И во всяком делании, наполненном любовью прославляется никто иной как сам Иисус Христос, сказавший «Потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Если засловят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. В рамках своих посланий Петр неоднократно упоминает о кончине мира. Обычно это не системные, как бы брошенные вскользь замечания, как, например, «впрочем, близок всему конец». Так и в 12 стихе апостол говорит об огненном искушении, возможно, именно в контексте кончины нынешних неба и земли. Как говорит об этом другой его текст, «Нынешние неба и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня в день суда и погибели нечестивых людей». Это второе послание Петра. Однако независимо от присутствия здесь эсхатологического смысла, искушение которых говорит Петр, есть уже реальность для общин, в которой он пишет. Это страдание и скорби верующих не есть страдание плоти, о которых мы говорили в контексте борьбы с грехом или же например просто страдание всякого человека в мире. Речь здесь идет в первую очередь о гонениях на христиан. Удивительное дело, но здесь апостол не только ободряет примером Христа, но и утверждает, что в гонениях является слава Бога, та самая слава, которая покрывала Синай в момент дарования закона или же осеняла скинью собрание, знаменное присутствие в ней Бога. Здесь сам подвергающийся страданиям за имя Христа не только радуется, будучи проповедником правды Божией в мире, но и становится сам явлением Божия присутствие, его слава. Это странно, ведь ветхозаветные явления были сильны и удивительны. Бог повергал в трепет. Громы, молнии, густое облако над горою Синайскую, трубный звук весьма сильный и вострепетал народ бывший встаня. Но какое явление славы присутствие Бога может дать преследуемый изгой? Эта тайна раскрыта Голгофой. Именно когда брошенный всеми Спаситель умирает, сотник Лонген вскрикивает «Воистину, человек этот Сын Божий!» А ведь, как кажется, это момент абсолютного проигрыша Иисуса. Он удивительно осмысливается в богослужебных текстах. «Земля покрывает меня по воле моей, но привратники ада устрашаются в виде меня, Матерь, одетым в кровавую одежду отмщения, ибо, поразив крестом врагов, я снова воскресну и возвеличу тебя». В смерти, в проигрыше, в крайнем самоумолении Иисус победил. Не Христос пленен адом, но ад разрушен Христом. И произошло это через мгновение после слов сотника. Так Ганимый. Он свидетель воскресения Ганимого Иисуса, свидетель реальности этого воскресения. И как светящаяся или наоборот непрозрачная облачная шхена, слава, знаменовала присутствие Бога в мире, так и каждый из претерпевших за Христа знаменует реальность его воскресения, утверждает наличие иной реальности, как бы сам становлясь этой шхеной, светом, являющим Бога в мире. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится. И так страждущие по воле Божьей да предадут ему как верному Создателю души свои, делая добро. Апостол замечает, что не всякое страдание ведет к увенчанию венцам славы Божьей. Если будучи христианином человек осуждается за противоправные действия, то он всего лишь получает за них должное законное воздаяние. Это никак не связано с его религиозностью, а если и связано, то скорее в негативном смысле. Если например вор христианин осужден от законопослушных язычников, то о каком явлении славы Божьей в мире тут можно говорить? Среди общественно осуждаемых действий Петр упоминает некий аллатриэпископос, авторский термин, более в Новом Завете нигде не использующийся. Отметим, что греческий язык тяготеет к такому типу словообразования. Это можно увидеть в его славянской кальке, в церковно-славянском языке, который с легкостью производит новые слова через суммирование корней, получая чудесные варианты, как например благосинвалиственное древо и тому подобное. Здесь же слово образовано от двух аллатриэпис принадлежащий другому и епископос присматривающий, контролирующий. То есть буквально получаем заглядывающийся на чужое. Что это значит? Почему она в одном ряду с убийством например и воровством? Блаженный Феофилак Болгарский считает, что посягающий на чужое это тот, кто излишне любопытен на чужих делах, чтобы через то иметь повод к злословию, то есть лезущий не в свое дело. И вправду мало кто так хорошо знает, как нужно жить окружающим как христианин. Нас обычно не останавливают слова Христа о том, что прежде нужно извлечь бревно из собственного глаза и уже потом спешить с врачевством к другим. Среди осуждаемых форм общественного поведения данные находятся еще и потому, что не только христианам такой недуг был присущ. В нем, например, регулярно обвиняли философов-киников, лезущих со своим морализаторством туда, где их никто не ждал. Удивительную и посильную мысль как относительно страданий, так и вообще места христианина в мире высказывает Илларий Арльский «Слава Христа в христианах». О том же, почему суд Божий начнется с Дома Божия, то есть с верной ему общины, церкви, Петр говорит не сам от себя, но находясь в русле ветхозаветных пророчеств. Иезекииль слышит слово Вседержителя «Начните от святилища моего». Суд о притеснении христиана здесь и сейчас для Петра знак начала суда над миром. Для первых общин был характер очень высокий градус эсхатологических ожиданий, но важно, что это не превращалось в эсхатологию бегства и отвержения, а было эсхатологией чистой жизни и доброго свидетельства.